Представители века нынешнего и века минувшего за одним столом вспоминают историю родного села, ведь она неразрывно связана с биографией их предков. Раздольное было образовано в 1870 году переселенцами польского и белорусского происхождения. Среди них был и прадед Дмитрий Лихацкого. Село Раздольное было небольшое, если тогда, как говорят, было 26 человек сегодня, семей. Вот они занимались сельским хозяйством. Потом начали колхоз, пришла коллективизация. Но все вступили в колхоз. Колхоз имени Будённого появился в первой половине 20 века. Здесь же работала табачная фабрика. Позднее колхоз был преобразован в опытно-производственное хозяйство «Хостинское». И сегодня в этих теплицах сотрудники вне цветоводства и субтропических культур продолжают выращивать морозоустойчивые сорта. Данное научное предприятие занимается тем, что акклиматизирует различные сорта культур под наш климат и наши почвы. Большие достижения достигнуты в развитии циструсовых культур, плодово-ягодных, цветочных хозяйств очень сильно развито. Это было в настоящее время одно из основополагающих предприятий села Раздольное. А вот плоды труда предков вкушало уже молодое поколение. Иван Нубарян и Исмату Ивар Тыванян вспоминают, как, будучи детьми, лакомили в садах свежими фруктами. Сады кругом, фрукты, даже воровать ходили. Я помню, объявили конкурс какой-то в школе, нужно было собирать жёлуди. И вот мы с братом двоюродным по лесу. И такое место в лесу нашли, вы не представляете, мы катались просто. Два мешка набрали, ещё хочется. И носки сняли, и рубашки сняли. Село Раздольное и сегодня может похвастаться богатым урожаем. Перед Олимпиадой здесь, как грибы, после дождя выросли многоэтажки, рассчитанные на 15 тысяч человек. Правда, новоселье пока только в планах. Было начато строительство городка для расселения волонтёров и привлечённых сил полиции на период проведения зимних Олимпийских игр. Четыре очереди строительства с дорогами, с коммуникациями, сетями были проложены сети водоснабжения, канализования, новые сети электроснабжения, теплоснабжения. Впоследствии данный микрорайон планируется для пользования жителей города Сочи. В планах также соединить новый микрорайон с Макаренко, до которого буквально рукой подать. Однако первостепенная задача – газификация села. Уже голубое топливо появилось в домах на улице Тепличное. В будущем году трубы продведут и к Буковой. Планомерно решаются вопросы с электро- и водоснабжением. Особенно радуются произошедшим изменениям старожилы. Ведь они застали времена, когда о таких благах цивилизации можно было только мечтать. Света не было. Была вот, как говорят, такая лампа, керосиновая лампа. Мы, значит, в школу идём, придём. Родители ломали дабак. Вот тут лежит этот сарай табачный. Мы там поставили лампу, читали уроки. Вот ещё один подарок пришедшей в село цивилизации – очистные сооружения. Польза, которую принёс этот объект курорту, окупает с лихвой все неудобства. Буквально шесть лет назад на этом месте, где мы находимся, находились морально устаревшие очистные сооружения, из которых, скажем так, недостаточно очищенные стоки поступали непосредственно через реку Бзугу в акваторию Чёрного моря в район парусного центра, что, конечно, негативно отражалось и на облике города. Но это далеко не все изменения, которые произошли за 145 лет в Раздольном. Местные жители уверены, что и дальше село будет расти и процветать. Но для этого, как и в большой семье, необходимо объединить все усилия. Тем более, что семья из 26 человек разрослась до 2500. Далина Захарова, телекомпания ФКТ.